Какая цель рейдов Легиона Свобода России и РДК в Белгородской области? Осознают ли россияне, что их страна агрессор, или будут и дальше верить телевизионной пропаганде? И нужно ли мировым лидерам бояться распада России? Об этом расскажет политический консультант Виталий Бала. Прежде всего хотелось бы обсудить несколько актуальных новостей. И первое то, что РДК, Российский добровольческий корпус, объявило о новом рейде по Брянской области, по Белгородской области. И там происходят некие события, пожар в полицейском участке и так далее. На ваш взгляд, какая цель этих рейдов? Ведь серьезных военных целей они не могут нести. Или все-таки они имеют и военную цель в том числе? Ну, с моей точки зрения, эти все рейды, они носят, скорее всего, такой технологический, информационно-пропагандистский характер. И задача именно состоит в этом. Ну, условно говоря, когда мы бросаем в озеро камень, расходятся круги. И вот я думаю, что, в принципе, мы как бы не в состоянии, чтобы это озеро вышло из берегов, правда? Но круги пойдут, и чем больше будут кругов, тем больше как бы их будут замечать. И я думаю, что где-то, если сравнивать эти рейды с точки зрения информационной составляющей, это именно вот ставится такая задача, по крайней мере, я бы так ставил эту задачу, если бы имел какое-то отношение к организации этих рейдов, абсолютно правы, что каких-то военных успехов ожидать, серьезных военных успехов смысла нету. Так они могут там потрепать нервы, так они могут как бы продемонстрировать в определенных регионах, что граница как бы не на замке, то есть это по большому счету проходной двор, но это то, также составляющая именно информационного технологического проекта. То есть, опять же, чтобы об этом говорили, чтобы это был минус, так бы как бы властям России с точки зрения того, что в безопасности себя никто не может как бы почувствовать свободно и быть уверенным, что у них будет все хорошо. То есть, по большому счету, это также элемент как бы показать, что на самом деле никакой специальной военной операции нету, речь идет о войне, и война пришла на вашу, на русскую землю, так вот в Россию. И в этом смысле, я думаю, не добились тех поставленных задач, которые перед ними ставились, потому что об этом говорят не только в Украине, на России, а по большому счету все средства массовой информации, мировые средства массовой информации, они, безусловно, также освещают вот эти рейды. И вот это, с моей точки зрения, и есть вот тот результат, который наиболее, наиболее приемлем и наиболее, ну я бы сказал, положительный с точки зрения вот осуществления вот этого проекта. На ваш взгляд, первая массовая атака беспилотников на Москву, это тоже акт, который должен вызвать круги на воде? Так, безусловно, это акт, но с моей точки зрения, я не являюсь военным экспертом, но слушаю специалистов, так и не только в Украине, и, скорее всего, я соглашусь с версией, что это могла быть разведка, да, как бы посмотреть, какие слабые стороны, маршруты, потому что, по большому счету, не ставилась задача нанесения каких-то конкретных ударов, да, вот по каким-то конкретным объектам. И таких, в принципе, ударов не было. Более того, ну, до сих пор непонятно, какое количество было этих дронов, то есть, говорят, от 8, там, до 30, да, 32, ну, может быть, и больше. Но, по большому счету, я вот тут соглашусь и поддерживаю вот эту версию о том, что это разведка, и, скорее всего, это только начало, и я очень надеюсь, что потом полетят не 8, даже не 30, а гораздо больше, и уже будут конкретные подставленные задачи для нанесения ударов по критической инфраструктуре, военным складам и так далее. Как вы думаете, какое впечатление могли произвести взрывы этих дронов над головами обитателей Рублевки? Я думаю, удручающе. Даже судя по внешнему виду Путина, да, когда он там комментировал, что, оказывается, Украина пытается и хочет запугать россиян вот этой атакой, это фактически террористический акт и так далее и тому подобное, по его внешнему виду, ну, насколько вот как бы мне показалось, он был растерян в определенной мере. Я не могу сказать, что испуган, да, как некоторые жители, да, у которых брали интервью, да, которые как бы комментировали эти события, или те, которые снимали, да, и мы слышали эти голоса, которые говорили, что надо отсюда уезжать. То есть многие эксперты, так называемые, которые на пропагандистских шоу, также, скажем, ну, были, мягко говоря, в шоке, да, они там пытались объяснять, что нужно делать, пытались говорить о том, что вот, оказывается, в Киеве воздушная тревога звучит, а в Москве нет, надо вот, чтобы в Москве она звучала. То есть цель, с моей точки зрения, вот в этом смысле, также была достигнута. И не согласились, а мы ее веду на этих пропагандистских площадках, практически все, то продолжение будет. К этому надо готовиться. И даже очень такая интересная была фраза и у Путина, и на этих шоу о том, что им надо укреплять или, как они сказали, насыщать свою противоракетную оборону, да, вот, от границы Украины, там, условно говоря, до Москвы. Ну, безусловно, с моей точки зрения, наверное, речь идет о военно-промышленном комплексе, о тех предприятиях, да, которые находятся, так, в пределах досягаемости, мы говорим, там, 800, условно говоря, тысячу километров. И когда они говорили о усилении противовоздушной обороны, я думаю, они имеют в виду именно как раз вот защиту вот этих объектов, которые как бы работают на войну. И в этом смысле то, о чем мы с вами говорили чуть-чуть выше с точки зрения вот разведки боем, да, я думаю, что мы увидим, и очень бы хотелось, по крайней мере, увидеть вот продолжение, и вот чтобы эти объекты военно-промышленного комплекса, ну, так или иначе, не помогали, не производили, не доставляли вооружение, боеприпасы и так далее. Мы на протяжении всего полномасштабного вторжения видели, что Кремль старается довольно бережно обращаться с жителями Москвы, там и не такая интенсивная мобилизация была, и вообще заботятся об общественном мнении в столице. Будут ли включать воздушную тревогу в Москве при следующих волнах беспилотников? Ведь это совершенно поменяет эмоциональный фон в столице. Ну, процесс пошел, процесс пошел, я имею в виду негативно, информационно вот эта волна, вот эти круги, они пошли уже. И по большому счету, ну, я себе тяжело представляю, каким образом они смогут вывернуть, хотя пропаганда у них хорошо работает, это в позитив и положительную сторону для себя. То есть, как они будут рассказывать, вот, какие у нас классные бомбоубежища, здесь кондиционеры, холодильники, пиво, то есть в таком смысле, да, чтобы показать, как вот на шоу у Соловьева говорили, да ничего страшного не произошло, почему это должны куда-то москвичи уезжать, да все нормально, и так далее, когда вот зашла речь о том, что, наверное, может, есть смысл уезжать на какие-то дачи, и так далее, и тому подобное. Простые граждане России, которые в массовом порядке поддерживают войну в Украине, уничтожение украинских городов, как они все радовались, да, когда они там все смеялись, когда у нас были большие жертвы разрушения. Я не думаю, что нам надо каким, хотя некоторые у нас говорят, почему-то можно бомбить, как бы, украинские города, нельзя российские, но я думаю, что все-таки главной целью, это должны быть объекты военно-промышленного комплекса, безусловно, это аэродромы, безусловно, это критическая инфраструктура, логистика военно-центра управления и так далее. Думаю, что лучше тратить, скажем, боепропавцы и дроны именно на эти цели, чем, как бы, да, вот, как некоторые у нас говорят, что должны быть бумеранги, надо бить, как бы, да, вот, условно говоря, по городу, по Москве. Ну, посмотрим, как это будет. Ну, все-таки, надеюсь, что речь будет идти именно о военных объектах. Вот вы упомянули пропагандистов. Мы видели, как на протяжении многих лет российская пропаганда выстраивала некую параллельную реальность, причем особо не заботясь о достоверности. Там и всякие распятые мальчики, использование массовки в разных сюжетах, одно и то же. Что за параллельную реальность строила российская пропаганда и для чего? Ну, я вам так скажу, я многих из них, самых известных, лично знаю. Я до 2014 года, ну, достаточно, скажем так, регулярно приезжал на вот эти разные ток-шоу, да, как бы я с ними знаком хорошо. И у нас постоянно были, как бы, да, вот споры до съемок, в перерывах, потому что у них, на самом деле, прямого эфира нету. Они могли писать по три часа, как бы, программу, которая потом будет иметь 45 или там 50 минут. Я тогда даже шутил, помню, там, одну из программ ввел даже вот этот такой известный Йозный Константин Затуллин, да, вот, что депутат Госдумы, да, я ему даже говорил, что, ха, так вы оставите в программе только там, где я говорю, а, о, э, да, для того, чтобы мои аргументы, которые вот были, мне не звучали. То есть, это несерьезно, когда вот три часа записывается программа, да, потом вы оставляете, что хотите. Но, тем не менее, безусловно, они уже тогда, да, как бы, когда у нас были определенные, ну, я не могу даже сказать, что это споры, потому что, когда я им пытался объяснить, что вы поймите, вот эти ваши фантомные боли о том, что, как бы, Россия великая, это не совсем так. Россия большая, но она невеликая. У вас по всему периметру, да, вот, проблемы со всеми, как бы, да, странами, да, по границе, имею в виду. Поэтому вы ни с кем, как бы, не находите общего языка. И уже тогда было понятно, что они делали из себя такой, вот, я бы сказал, типа, как они называли, остров добра, остров, как бы, вот, свободы, вот, все против них. И вот это, это с их точки зрения, как бы, ну, стало такой определенной мобилизацией, мы видим, это работает. Это работало, в принципе, частично во времена Советского Союза, да, когда был там загнивающий капитализм, а мы вот тут за рабочих и крестьян, мы все тут помогаем, и люди в это верили, которые жили во времена Советского Союза. Точно так же это сейчас происходит в Российской Федерации. Они верят. Вот я помню, это были там, да, середина двухтысячных годов, когда я начал туда вот ездить. Вот они уже тогда вот начали вот эту пропаганду, да, вот, что мы вот такие самые хорошие, вот от нас все зависит хорошее, кругом нас вот все нехорошие. И потихоньку, потихоньку и сделали, и как вы правильно заметили, они все-таки эту параллельную реальность создали. То есть есть Россия суперхорошая страна, несмотря ни на что, даже на видео, да, материалы, которые показывают, что они занимаются фактически геноцидом, украинского народа, они уничтожают города, 90% людей в это не верят. Они верят в то, что говорят на пропагандистских шоу, это вооруженные силы Украины сами бомбят свои города. И в этом смысле до сих пор, к сожалению, вот это, я это называю дебилизацией, она произошла успешно. Будет ли процесс обратный, дебилизацией, тяжело в это поверить, хотя вот и рейды в Белгородской области, и вот эта атака дронов, вернее разведка, потом, возможно, атака дронов, я думаю, не могут стать определенными такими, ну, как бы, ну, нельзя назвать их катализаторами, но, как бы, некоторых людей все-таки задуматься, что на самом деле это происходит. Но я все равно в это не очень верю, я имею в виду в массовую дебилизацию, потому что десятилетия занимались дебилизацией, да, вот сознания граждан Российской Федерации, и это видно, и видно, потому что то, что как бы показывают то, о чем говорят, они говорят то, что граждане хотят верить. Вот там любые интервью, которые они берут на улице, все говорят, что Украину надо уничтожить, такого государства не должно существовать, мы воюем против, как бы, да, в США, они все против нас, и так далее, и тому подобное. Вот мы обязательно победим, Россия никогда не проиграла войну, хотя это неправда, потому что им надо хотя бы почитать историю, и так далее, и тому подобное. Но это сработало, и я думаю, даже сейчас они попытаются вот это событие с дронами, ну, наверное, направить на такую мобилизацию, да, мотивацию граждан Российской Федерации, которые на самом деле, ну, как бы, привыкли, что за них все решают, и не хотят отставать на смертный бой, да, как они говорят. Их же десятилетними, как бы, убеждали, убедили в том, что у них самая лучшая армия, но они скромно называли вторая армия в мире, за них все, как бы, государство царь, то есть Путин решит, и они по телевизору в это верили, они по телевизору осуждали, поддерживали, а когда коснулось непосредственно, да, простых граждан, которые это все поддерживали, они не хотят в этом участвовать, и не хотят, потому что их убедили, что за них все решают, и они тут не при делах. Это, кстати, очень будет серьезная проблема, она уже есть, с точки зрения мобилизации, как военнослужащих, так и граждан Российской Федерации, думаю, это, как бы, им будет серьезно-серьезно мешать, в смысле тех поставленных задач, которые они пытаются, как бы, решить, с точки зрения мотивации и мобилизации граждан на войну. Они уже, как бы, практически не употребляют термин специально военной операции, все чаще и чаще употребляют термин «война». Ну вот смотрите, можно прекрасно бороться против мирового зла, всех неизменно побеждать в телевизоре, но когда пропаганда сталкивается с реальностью, что происходит? Ну, знаете, есть такой случай, насколько он отвечает действительности, но я несколько раз на протяжении многих лет встречал информацию о том, что в свое время в КНДР показали чемпионат мира по футболу, где сборная КНДР стала чемпионом мира. И корейцы в это верят. Я имею в виду на КНДР. Поэтому в этом смысле вы правы. В телевизоре у них все всегда было хорошо. И когда мы говорили о этих рейдах, вот о дронах, и первый, наверное, звоночек, это прозвучал, когда был потоплен крейсер Москва. Я думаю, те, кто немножко пытается думать, есть критическое мышление, они начали понимать, что что-то не все так хорошо, как им это все рассказывали. Потом удар по аэродрому Энгельс, то есть за сотни километров от войны, фактически от фронта. А теперь как бы Москва. Поэтому чем дальше, я думаю, у них будут возникать проблемы. То есть проблема заключается в том, чтобы совмещать вот эту параллельную реальность с той реальностью, которая на самом деле. То есть подменять параллельной реальностью то, что на самом деле происходит. Им до этого времени это в принципе очень хорошо удавалось. Сейчас у них, безусловно, идут сбои. И сбои эти связаны в том числе и с количеством погибших, которые хоронят по всей России. Да, это не коснулось очень серьезно ни Москвы, ни Санкт-Петербурга. Поэтому там более-менее спокойно. Но в глубинках мы видим уже, как бы, да, вот по некоторым сюжетам это как бы уже все, немножко все по-другому воспринимается. И в этом смысле успехи вооруженных сил Украины, они будут, безусловно, ну, одним из решающих факторов вот этого разрыва этих шаблонов, которые они создавали на протяжении десятилетий по телевизору, историальной ситуации, которая существует. В данном случае мы говорим о войне в Украине. Скажите, почему российские граждане не в большинстве своем, ну, скажем так, потребителей телеконтента не замечают явных противоречий между реальностью и пропагандой? И даже не замечают того, что та же пропаганда зачастую противоречит сама себе? Ну, потому что один из самых лучших способов достижения определенных агитационных, если мы говорим о выборах, да, задач, если мы говорим о государственной политике, пропагандистских, да, задач, это апелляция к эмоциям. И проще всего апеллировать к эмоциям негативным. Они самые простые, они самые такие чувствительные. И когда идет апелляция к негативным эмоциям, то есть какие плохие украинцы, мы помним, как они рассказывали, мы у них крали газ, ну, и много-много других вещей, точно так же сейчас речь идет, что весь мир против них, и они пытаются вызывать вот эту негативную реакцию именно по отношению к окружающему миру. И это на самом деле получается, потому что это проще всего делать. То есть с точки зрения зацепить вот негативную эмоцию гораздо проще, чем зацепить эмоцию положительную. Добрую, позитивную. И пропаганда на этом работает. Мы видим, как они себе позволяют говорить о лидерах стран, которые там G7, например, о канцлере Шольце, канцлере Германии или президенте Макроне, как они рассказывают, что мы сейчас Лондон забомбим, Берлин, Париж и так далее. То есть вот это такая вот, скажем, я бы так сказал, сеять или негатива, сеять или зла. Вот это злобы. И это уже на протяжении многих десятилетий работало и работает. Мы воспринимаем кремлевских пропагандистов как людей без совести, без принципа, без морали. но на самом деле, как эти люди сами внутренне воспринимают то, что происходит и то, что им надо постоянно подстраиваться под меняющуюся повестку дня? Знаете, у меня сложилось впечатление, что зачастую определенная часть из них верит в то, что они говорят. У меня был один случай в моей профессиональной деятельности, когда я спрашивал одного из заместителей одной большой партии, которая выдвинула мэра, кандидата в мэры города Киева в свое время, который не имел никаких шансов победить. Они тратили сумасшедшие деньги на то, чтобы победить. Очень известный человек, не буду называть, Фмили. Я его спрашиваю, а почему, вы что, не понимаете, что у вас шансов нет? Зачем? А он мне отвечает, Виталий, а как ты думаешь, если бы ты на протяжении многих лет ездил в бронированном Мерседесе, окруженной охраной, а все вокруг тебя говорили, что самый красивый, самый умный, ты бы поверил в это? Ну, наверное, бы поверил, если бы много лет говорили. Вот в ситуации, когда постоянно вот эти заклинания, как шаманы, они повторяют, я думаю, это уже где-то как бы и частично и влияет на них. То есть, по крайней мере, они хотят в это верить. Часть верит, а часть хотят верить. То есть, они где-то подсознательно понимают, что это не так, но не очень хотят в это верить в то, что они говорят. То есть, это уже фактически стало, я бы даже сказал, не столько их профессией, как смысл их существования. Потому что, давайте будем реалистами, для того, чтобы люди поверили пропагандисту, или политику, он не только, так скажем, должен говорить правильные, красивые слова, он должен убедить людей, что он верит в то, что он говорит. И наибольшего успеха добиваются сами те политики или пропагандисты, которые действительно верят в то, что говорят. Потому что люди это чувствуют, они чувствуют, что да, и даже если это, ну, скажем так, определенно чушь, то, что он говорит, но если он говорит с такой уверенностью, что это на самом деле супер, определенной частью людей это поверит так же. Поэтому, я думаю, что на самом деле они как бы, да, вот в этом смысле уже так, я бы сказал, не просто мимикрировали, они фактически уже жились вот с этой ложью, да, пропагандой. То есть это та сведообитание, где себя не чувствуют комфортно. То есть правду говорить или реальность, они уже будут чувствовать себя некомфортно с точки зрения вот как бы своего состояния. Мне так кажется, потому что наблюдая за некоторыми людьми, да, которых я говорю, что знаю лично, они очень серьезно изменились. Если там в середине 2000-х там можно было с ними еще как бы, да, в кулварах определенно о чем-то нормальном поговорить, да, они в принципе как бы дослушивались, да, мы выходили на программу, они говорили совсем другое, то, что говорили мне. То есть они говорили то, что нужно, но еще можно было. Мне кажется, что сейчас, ну, вряд ли можно достучаться, как бы найти с ними какой-то логический общий знаменатель тех событий, которые происходят. Но мы видим, что когда для России случаются так называемые черные лебеди, мы часто можно замечать растерянность в глазах пропагандистов. Почему так? Да, вот это как бы у них реально разрыв шаблонов. Вот то, что они создавали, как говорю, параллельную ситуацию виртуальную и то, что на самом деле происходит. То есть те люди, которые верят в это, они действительно растерянны, я бы даже сказал, испуганы, они начинают там лепетать о том, что если мы проиграем, нас всех посадят, все будем сидеть и так далее. Те, которые хотят в это верить, они растерянны, они не так испуганы, они растерянны, то есть видно, они как бы не могут сложить, условно говоря, дважды два, почему так на самом деле и происходит. Если я хотел верить, что это совсем не так, почему это происходит? И в этом смысле они сами себя заболтали, по большому счету. Они сами сделали вот этот такой мыльный пузырь информационный, вот этот виртуальный, который сейчас просто, фактически, я думаю, он лопнул. Он просто лопнул. А пузырей они сделали много, поэтому пока все они в зрении не будут как бы не лопнут, вот до них это будет доходить, я думаю, на протяжении этого всего времени. Но до них быстрее дойдет, чем как бы до простых граждан. Я думаю, что определенная часть уже это все понимает. Ну, скажем так, опять же, из своей как бы истории профессиональной деятельности я помню и 2004, и 13 годы Майданы, когда начинались, то есть, когда я говорил с людьми, которые были в те времена при власти, я им объяснял, что все, идите на какие-то переговоры, занимали высокие должности. Они не убеждали, все будет хорошо. Они были на 100% уверены, что они контролируют ситуацию. Я думаю, это приблизительно где-то такая же ситуация сейчас в России. Они еще верят, что Россия никогда не может проиграть войну. У них самый главный аргумент. Ну не может ядерное государство проиграть войну. Не ядерному государству. Тем более Россия, она такая большая, великая, они называют. Поэтому вот это, скажем, такая самоуверенность, вот эта пропаганда, которая воспитала граждан с такой, я бы сказал, негативным отношением ко всему, что окружает Россию, они это делали сознательно для того, чтобы внутри страны была мобилизация граждан. То есть это, опять же, как мы говорили раньше, это самый простой способ. Во времена, скажем, 19-го, 17-го, ну, начало 20-го столетия в дипломатии есть такое выражение, для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, надо начать какую-то войну. И тогда власть, в основном, это делали монархи в свое время, для того, чтобы успокоить народ, часть из них погибнет, все будут воевать. Ну, тут немножко они по-другому делали, они воевали в телевизоре вот эти десятилетия. Потом начали реально, это Чечня, Чечни еще началась, Приднестровье, потом пошла, если говорим о бывшем Советском Союзе, Грузия, Украина, там была Сирия, то есть они пытаются всюду где-то влазить, но это называл доктриной такой внешней политики как бы точечных ударов, то есть имея фантомную боль о Советском Союзе, они не могут сесть за стол переговоров на равных, там, с США, теперь уже и с Китаем, и они делают проблемы в разных таких чувствительных центрах геополитических для того, чтобы их приглашали и вели с ними переговоры. И до 24 февраля 2022 года им это удавалось. Если вот посмотреть, вот кому интересно, пусть посмотрят. Любые какие-то проблемы всегда там, особенно это была администрация Обама, если говорим о Соединенных Штатах, я не говорю уже о Франции, Германии, и Оланд, и Саркози, и Меркель, сколько времени, они пытались с ними говорить ту же Сирию, сколько там разговоров были. И в этом смысле вот 24 февраля 2022 года, я думаю, оно поставило точку. То есть они как бы переоценили свои возможности, которые сами себе нарисовали в виртуальном мире. может ли вот этот виртуальный мир, который выстраивался многие годы, бумерангом ударить по самому Кремлю, и какими могут быть последствия? Ну, я думаю, что да. То есть есть два варианта развития событий. Но опять же, нам нельзя питать иллюзией, что условно говоря, если не будет Путина, то все будет хорошо. У нас будет дружба, жвачка, мир. Такого не будет. Потому что если более 80% поддерживают Путина, там разные есть социологические исследования по этому поводу, и столько же людей поддерживают Путина, то как бы надо отдавать себе отчет, что вот конкретно вот та территория, на которой проживают определенные граждане, так они не воспринимают Украину как государство. То есть там угроза будет, ну, с моей точки зрения, всегда. И для того, чтобы как бы угрозы не было, есть два варианта самых лучших для Украины. Не только вступление в НАТО, там сильная армия, успешная страна, там сильная экономика, а распад Российской Федерации, который как бы пугает наших партнеров. Он очень их пугает, они боятся о будущем ядерном оружии, куда, что, как будет. И вот это, это на самом деле, ну, с моей точки зрения, был бы наилучший вариант. И мне кажется, что, ну, видные ученые, как финансисты, экономисты, так и люди, которые разбираются в геополитике, геостратегии, ну, наверное, со всего мира должны были бы собраться, да, эксперты, и написать хорошую такую, такую вот, я не знаю, записку или аналитическую записку, или как бы пояснение, которое бы попало и в овальный кабинет в Вашингтоне, и на Даунин-стрит, и в сельский дворец, канцлеру Германии, то есть, ну, практически G7, я бы так сказал, где бы четко было расписано, что на самом деле ничего не произойдет. Я думаю, так нужно двигаться, в том числе, как бы, да, пытаясь переубедить руководителей вот этих стран, которые боятся распада России. Но это, с моей точки зрения, наилучший бы вариант был на там, возможно, даже столетие, с точки зрения безопасности будущего Украины, кроме вот, как бы, НАТО и, да, вот сильной армии в Украине и в успешной стране. Но с точки зрения, как бы, в Кремле, ну, я не верю в бунт. Вот, не верю я в бунт. До того момента, пока больше 50% поддерживают войну в Украине, вот эти, это большинство, оно всегда будет объединяться вокруг того лидера, который будет, вот, такую политику проводить, то есть, вести войну. Будет у него фамилия Путин или какая-то другая, это не важно. Мы должны это четко, как бы, осознавать. Для нас, ну, условный, теоретический, возможный вариант, это переворот внутри Кремля. Да, когда вот бьют уже конкретно по окружению, да, там, Путина, ну, близкое, вряд ли там, самое близкое его, как бы, предаст, потому что они все вместе замазаны, то есть, у них, выхода нету с подводной лодки из того бункера, а вот другие группы влияния, да, вот этот вариант, в принципе, теоретически возможен, вот смена, да, вот таким образом власти в стране, и тогда можно, как бы, да, двигаться с точки зрения, там, находить какие-то общие знаменатели, ну, понимание, что такое мир, да, да, в Украине. Иные варианты, ну, я не вижу, на самом деле, и вот это, как бы, надежда на то, что вот народ восстанет и пойдет, но я в это не верю, я верю больше в распад Российской Федерации, то есть, местные элиты, да, вот этих республик, вот с ними работают, вот их настраивать, да, чтобы они, в принципе, есть такие, как бы, да, вот, и движение уже внутри этих, как бы, образований, да, в Федерации, но, к сожалению, пока, на сегодняшний момент, как я сказал, наши партнеры, они вот, такой вариант не рассматривают, более того, мне кажется, они даже все делают, чтобы он не развивался в этом направлении. Спасибо большое за комментарий, хорошего дня. Саем. На все добре. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,